Этот видеоряд не имеет никакого смысла. Всем привет, друзья, и привет, мам. Сегодня твой день, сегодня ты родилась. И начну я с самого начала, с моего детства. С самого детства ты мне говорила, вот ты не будешь учиться, ты будешь собирать бутылки на улице и будешь бомжом. С самого раннего детства ты мне не поставила выбора. Ты мне сказала только идти по одному пути, учиться, работать на пенсию. Да, это правильно, как в нашем мире, как говорят многие. Но с самого раннего детства я понял, что это не так. Я здесь совершенно для другой цели. Даже в раннем детстве я пытался записывать видео. Я пытался становиться кем-то не благодаря учебе, а благодаря тому, что я сделал. Я безумно хотел заниматься большим футболом, но все мои попытки, все мои мечтания, старания ушли в никуда. Ты не верил от меня. Я учился и помню, как очень много плакал, когда ты меня ругала из-за учебы, потому что я не хотел тебя расстраивать. Но это не мое. Учеба это не мое. Для меня она неправильная. Саморазвитие? Не будем углубляться, ладно? И я не понимал, почему. Почему ты ругаешься на меня за то, что я не могу понять. За то, что не мое. Я очень много плакал в детстве, переживал. И с четырех лет, по сути, я жил без тебя, мам. Я жил без родителей. Когда ребенок живет без родителей, ну, грубо говоря, видеть маму три часа в день, в два, это равно тому, что жить без нее. И я все время в детстве мечтал о том, чтобы все было хорошо, и ты мной гордилась. Это, наверное, единственное, что я хотел. Но в детстве ты лишь ругалась на меня за то, что я плохо учился, за то, что я вечно косячил, за то, что я был не таким, как все. Все учились, а у меня не получалось. Все жили спокойно и не нарушали покой. А я вечно куда-то встревал. Очень много натерпелся в детстве. И вот, переехав сюда, к Калугу, шестого класса, я, опять же, выслушивал в свою сторону очень много плохого, за то, что я был двоечником, я ничего не понимал, я не старался, я плевал на ваши чувства и кучу всего еще, что было абсолютно не так. Для меня ты, мам, самый важный человек в этом мире, только которому я пытаюсь доказать то, что я смогу стать человеком без этой учебы. Так вот, мне стукнуло 15 лет, и я понял, что мне нужно самому себя обеспечивать. Тогда у меня появилась первая настоящая девушка, и я сижу такой, думаю, а на какие деньги мне покупать ей цветы, как мне покупать себе одежду? Спросить у мамы? Нет. Я подумал, что пускай ты будешь свои деньги тратить на себя, а я свои буду деньги тратить на себя, чтобы все было честно, потому что я уже взрослый. Я попытался начать перепродавать вещи, опять же, все это уходило очень глупо и смешно. Я очень много падал и вставал. Меня прокидывали на большие суммы денег, как три зарплаты преподавателя в школе, и кучу всего еще плохого. Мною пользовались как наивным дурачком, потому что я был добр и думал, как я отношусь к людям, так должны относиться и ко мне. Но суровый мир показал мне совершенно обратно, что в этом мире доброты очень мало. И вот день за днем я шел к своей цели. Ты не понимала, зачем ты ругала меня за это, что я забивал на учебу и шел по своему пути. Бабушка, дедушка, все на меня ругались и ни до чего хорошего этого не доходило. Нервы, истерики, слезы и прочее. Я хотел верить в то, что ты мной гордишься за то, что я делаю. Ведь видеть тебя раз в год, это невыносимо тяжело. Когда ты живешь без родителей, ты начинаешь понимать, почему нужно их ценить здесь и сейчас. Потому что наступит момент, когда ты не сможешь это сделать. И вот день за днем я шел. Вы ругали, говорили, что это все пройдет, это все туфта голимая и так далее. Но день за днем я доказывал обратное, что это не на день, не на два и не на три. Это на всю жизнь. И что это совершенно серьезные вещи, которые я делаю. Да, сначала шли обычные перепродажи, я просто перепродавал, не больше. Я просто был добрым ко всем и перепродавал. Но вот, недавно, 9 месяцев назад, я взялся за камеру. Потому что я понял, что я в ответе за этот мир. Я в ответе за свою нацию, за свою землю. Потому что если я ее не поменяю, то никто ее не поменяет. Я начал снимать. Я начал вставлять в видео отрезки своих тренировок, свои мысли, свои убеждения, взгляды. Сначала все это ограничилось одногруппниками, моими друзьями. Но день за днем я шел, несмотря ни на какие преграды. Я развивался и не смотрел ни на кого абсолютно. Я шел и делал. И чуть по чуть, чуть по чуть, у меня собралась уже такая аудитория в полторы тысячи человек. За что я каждому отдельно благодарен. И знаешь, мамуля, когда мне пишут ребята, что вот, благодаря мне они бросили курить. Они стали заниматься спортом. Они стали, они начали делать. Они перестали сидеть на месте. Благодаря мне они начали жить. Стараться делать что-то в этом мире, чтобы поменять его в лучшую сторону. И поменять себя в лучшую сторону. В свою жизнь. Читая это все, понимая, что я здесь не просто так. Что я не просто так это делаю. Что все это плоды моих трудов. Моих бессонных ночей. Моих убитых нервов. Корочка это не главное. Я не хочу жить всю свою жизнь, работая на работе. Приходя каждый день домой и просто падая спать. И завтра просыпаясь и делая то же самое. Я не хочу этим заниматься. Не потому что я лентяй. Просто потому что я выбираю свой путь. У меня своя жизнь. Я не хочу делать то, что делают все. Я безумно люблю обувь. Люблю бренд Adidas. Я безумно люблю одежду и все, что с ней связано. Я люблю безумно камеру. Я безумно люблю все это делать. Я хочу благодаря тому, что я делаю. Не благодаря какой-то корочке из учебного заведения. А благодаря тому, что именно делаю я своими руками. Я хочу добиться в этой жизни того, что я себе поставил. Я хочу обеспечить тебе лучшую жизнь. Чтобы ты не знала, что такое, когда у тебя ограничен бюджет. Когда у тебя все идет впритык-впритык. И самое главное, чтобы ты мной гордилась. Чтобы когда ты шла по улице и люди видели тебя, они говорили, это та самая мама, чей сын меняет эту нацию. Чей сын является примером. Чей сын сделал огромное количество добрых поступков. Чей сын помог другим людям. Чей сын помог. Чей сын заставил думать. Чей сын добился высот. Не благодаря тому, что ему сказали в школе или колледже, университете. Благодаря тому, что он сделал сам. Что вот этот человек большой воли и крепкого характера, крепкого духа. И знаешь, мамуль, как бы то бескорбно не звучало, мне не важно, сколько жить. Для меня главное оставить за собой большой след. Я не вижу смысла в деньгах и всех благах. Это не главное в этой жизни. Для меня это не главное. Для меня главное оставить мнение, оставить историю, поменять этот мир. Ведь пока будут говорить обо мне, я буду жить вечно. Как только про меня забудут, я умру. А пока будут говорить про меня, будешь жива и ты. Каждый раз, когда ты засыпаешь, я хочу, чтобы ты мной гордилась. Каждый раз, когда ты закрываешь глаза, я хочу, чтобы ты про себя шептала, что мой сын добился многого. Потому что он начал делать. Потому что он шел по своему пути и не смотрел ни на кого. Потому что он у меня молодец. Всю свою жизнь, живя без поддержки, без какой-либо опоры, без родителей, по сути, ты их начинаешь очень сильно ценить. Когда ты видишь их раз в год, тебе становится безумно тяжело. Когда в тяжелый момент тебе не говорят, Саш, ты сможешь, я в тебя верю. Иди по своему пути до конца. А тебя лишь ругают за то, что ты не учишься и имеешь тройки, двойки. И сегодня твой день, и я хочу тебя поздравить с твоим праздником. Безгранично счастлив, что ты у меня есть. Я тебя очень сильно люблю. Умри, но сделай. Как я себе пообещал, я добьюсь своей поставленной цели. Что бы то ни было, ты будешь мной гордиться. Я не сойду со своего пути.